Всем привет, меня зовут Михаил Климчук, у нас сегодня в гостях Михаил Курочка, это руководитель молодежного центра «Диалог». Добрый день, Миша, и спасибо, что пригласил. Я знаю, что у тебя очень интересные люди, и очень приятно оказаться вместе с ними в одной компании. Я получил обратную связь от тебя, когда приехал к тебе в гости, по поводу того, что люди наш формат даже не то, что смотрят, а больше его слушают. И ролики достаточно длительные, поэтому качественный звук и хорошие гости как раз это располагает к тому, чтобы действительно слушать и такой длинный формат, казалось бы. Ну, надеюсь, нас сегодня дослушают или досмотрят, или, может, нажмут на паузу. Ну, все равно очень приятно оказаться в этой замечательной студии. Тогда первый вопрос. История развития молодежного центра «Диалог», с чего вообще все началось? Кто, скажем так, зачинщик? Ну, здесь все очень просто, а может быть и сложно. У нас даже в КВН была такая шутка, прежде чем закричать «Вау!» в городе новый молодежный центр, надо три раза закричать «Вау!» в городе новый мэр. Может быть, она и грустная, но, тем не менее, имеет право на жизнь, поскольку действительно непросто было добиться, чтобы появилось учреждение именно сферы молодежная политика, поскольку в нашей стране вообще непонятно, что творится с этой сферой. Она где-то болтается, сбоку, что называется. И главой был в это время Владислав Голиков, администрация. Я думал раньше. Так не должно быть. Каждый должен заниматься своим делом. И получилось, в 2010 году он появился на бумаге, а в 2014 году наконец-то появилось помещение на Ленинградской 30, 296 квадратных метров. Конечно, мало для нашего города, подчеркиваю, когда мне говорят, а там волосовые или в сланцах все хуже, и я все время смотрю на тех, кто лучше. И, например, для меня примером является Выборг, где есть дом молодежи, там пару тысяч квадратных метров, танцевальный зал, концертный зал и еще пять таких же помещений, как у нас «Диалог». И это все в городе, и это все функционирует, работает. Но, тем не менее, надеюсь, что это первая ласточка. Какие трудности на этом этапе? Кроме того, что было 27 обращений, ведь пообещение это прекрасно, когда выделяют. Я просто сам арендую пообещение муниципальное, просто знаю, что это такое и в каком это виде просто передается. Вот в Вашем случае какие были трудности? Ну, на самом деле, сейчас на улице апрель 2021, и, получается, прошло больше семи лет, и все эти семь лет, например, как директор, живу в состоянии постоянного ремонта. Потому что, ну, нельзя, к сожалению, там найти столько средств, чтобы раз закрыть там на месяц центр, все сделать красиво, да, вкусно, и заехать. Поэтому нашли деньги на одно окно, они там большие, панорамные, там, ну, сделали. Там через новые бюджетные проектировки нашли деньги на второе окно, сделали. Поэтому, конечно же, во-первых, материально-техническая база, то есть хочется, чтобы это было красиво, интересно. Ну, и, безусловно, трудности — это кадры, потому что, на мой взгляд, с молодежью должны работать люди, которые, ну, скажем, так, я их называю зажигалками, они должны быть интересны молодежи, и, увы, наш город в одночасье перестал быть студенческим, и это очень болезненно. Я вот как руководитель это почувствовал на своей шкуре, потому что, ну, реально, ребята-студенты, они уехали в Питер, да, филиалы закрылись, и это большой дефицит. То есть кадровый дефицит — это очень существенная такая составляющая. Ну, во-первых, там и заработная плата не позволяет работать интересным ребятам, поскольку, ну, я считаю, нормальный человек, он все-таки должен смотреть, да, сколько он зарабатывает. Даже несмотря на любимую профессию, ну, заниматься альтруизмом можно в определенном возрасте, определенное время, но нельзя на человека там, на него так сесть, ножки свесить и ехать дальше. Поэтому ремонт, кадры — это две составляющие. А так, в принципе, когда в центре есть подросток, есть молодежь, тогда ты понимаешь, что все эти там сложности, они на втором плане, значит, это помещение там востребовано, значит, ну, нельзя же силы затащить людей, ну, потому что, ну, это невозможно, тем более современной молодежи. Если там интересно, они будут в этом пространстве вариться, если нет, они пойдут к KFC, там, галактики, ну, у них есть места, где они могут потусить, и я это называю, ну, просто ничего не делание. А какие вообще существуют проекты молодежные, то есть именно, которые выходят под эгиды молодежного центра? Ну, я очень горжусь трудоустройством. На самом деле мы, вот этот стереотип, когда, если еще там пять лет назад это было там меньше ста человек, то сейчас это цифра около шестиста, это подросток, который хочет работать. И я считаю, что город должен быть к этому готов, он должен, ну, скажем так, очень оперативно реагировать, потому что современные реалии таковы, что подросток хочет работать, особенно в каникулярное время. Ну, давайте ему дадим такую возможность, ну, это наша задача, там, найти финансирование, найти работодателей, найти фронт работ, найти интересных бригадиров. Ну, это уже задача уже власти, что называется. Мы, я считаю, очень удачно работаем и сильно, на мой взгляд, с ребятами, не нравится мне слово «инвалид», с молодыми людьми с ограниченными возможностями. Тоже этот стереотип, что эти люди ничего не могут делать, даже с самыми такими страшными болячками, это абсолютно неправильно. И, опять же, город, власть должны создавать условия, чтобы даже человеку, у которого очень серьезные диагнозы, там, замедленное психическое развитие, там, эпилепсия, да, шизофрения, много таких болячих, тяжелых, чтобы он мог работать. Он, надо ему придумывать работу, особенно если мы говорим о коллективной форме трудоустройства. Ну, а дальше мероприятия, которые организуют центры, это и любимый КВН, это, и, ну, их достаточно много, и я думаю, что, как это называется, скромнее надо быть. Вот, ну, у центра две задачи, да, трудоустройство и организация мероприятий для молодежи, может, плохое слово, но, скажем так, хорошие, интересные и творческие дела. Ну, и, безусловно, чтобы центр был местом притяжения молодежи, и это моя тоже принципиальная позиция, чтобы он работал с утра и до вечера, иначе зачем было столько сил тратить на то, чтобы он там под замком стоял. Я, когда вижу, там, ну, в городах, там, подходишь, ну, тоже учреждение такого же формата, 6 часов вечера, он закрылся, думаю, ну, и зачем, там, до 4 часов человек учится, ну, в школе, да, его нету, ну, и что, а потом, ну, какой смысл. Получается, около 700 человек трудоустроены, да? Да, это цифра, которая... А в основном, какую работу они выполняют? Ну, подросток – это благоустройство, озеленение, помощь людям пожилого возраста. Волонтеры, да. Ну, понимаете, волонтеры для меня – это все-таки работа и доброволец, это две большие разницы. И добровольчество подразумевает, ну, разовую помощь, да, вот, что называется, там, ну, не знаю, там, раз в неделю, там, раз в месяц, но нельзя взвешивать на человека. У человека, да, ну, грубо говоря, если у него 15 дней, там, определенное количество времени, он не может это делать постоянно, ну, бескорыстно, это неправильно, это мы, ну, мы как-то обманываем и сами себя, и прежде всего ребят. Так не должно быть. Я сам из старой советской школы, я знаю, что такое тимуровское движение, но оно, ну, это реально, это было так, что, да, мы понимали, что, там, раз в неделю мы идем, там, к нашим подопечным, там, бабушкам, да, помогаем. Но мы не ходили туда каждый день, это невозможно. А здесь, если мы говорим о бригаде, которая помогает людям пожилого возраста, это ежедневный выход на работу, это абсолютно другая категория, и за это, я считаю, надо платить. Любой труд должен быть оплачен. Безусловно, безусловно. Ну, а что касается ребят молодые, люди с ограниченными возможностями здоровья, ну, это тоже посильная помощь, и в детских садах, в городе появилась эта навязчивая реклама, там, ботинки, шубы, которые, там, все наши столбы, там, да, остановки, это, ну, я считаю, что это эти ребята тоже их, за ними, что называется, следом идут и подчищают. Появление информационных технологий и их развитие, оно как раз привело к тому, что вот у меня есть друг, который тоже с ограниченными возможностями, ну, он, в отличие, может быть, от тех, кто не хочет работать, достаточно успешный, он занимается программированием, поэтому, как бы, нет каких-то таких больших ограничений, если ты, опять же… Я согласен, но… Если ты хочешь что-то изменить. Миша, инвалидность бывает очень разная. У нас очень тяжелые ребята, я знаком с ребятами, там, колясочниками, очень многими, и разные, там, заболевания, которые работают, и на ЛАЭС, там, да, и в НИТИ, и в ГОИ, ну, мы дружим, общаемся, вот, когда на поляне здоровья встречаемся, но есть реальные болячки, когда человека, ну, скажем так, ну, это огромная головная боль для работодателя, потому что он такой, ему нужен постоянный наставник, около него должен быть, там, постоянно бригадир, то есть, ну, понимаете, да, все должно быть очень гибко, поэтому, реально, есть ребята, я смотрю на их трудовую книжку, два дня отработал, по-собственному, там, три дня отработал, потому что, ну, работодатель даже, там, не знаю, там, рабочее место организовал, деньги получил из центра занятости, но он бессилен над некоторыми заболеваниями, просто, ну, он бессилен, а мы все равно подхватываем их и тащим, потому что, ну, не знаю, как в песне советской, если не мы, то кто же. А как вообще происходит трудоустройство, если оформляется какой-то договор, и как вообще происходит? Безусловно, мы же муниципальное учреждение, поэтому самое главное... Центр, я так понимаю, заключает договор с какими-то организациями, да? Нет, у центра есть финансирование в рамках муниципального задания, и, соответственно, центр эту кубышку финансовую и расходует. Понятно, что денег, там, не так много, и, например, там, для трудоустройства молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, они закончатся в июне этого года. Вот в начале мая буду очередную служебную записку, бюджетные проектировки, там, может, на комиссию, социальную комиссию депутатскую, буду аргументировать, что необходимо увеличить финансирование. Ну, это уже задача моя, как руководителя, это нормально, я за это деньги получаю, должен понимать, ну, ситуацию. Я так понимаю, фонд выплачивает детям, да? Но дети работают на других предприятиях, получается? Дети работают, трудоустраивает их диалог. Каждый подросток заключает договор с директором центра, с Курочкой Михаилом Александровичем, и, соответственно, мы являемся работодателями. А место работы — это детские сады, школы, муниципальные учреждения дополнительного образования, общественные территории. То есть там, где нужен труд подростка, рачительный руководитель любого учреждения скажет «О, ура!», потому что, ну, реально, это возможность привести в порядок свою территорию. Ну, в основном, это, конечно, благоустройство, там, где-то кусты подрезать, там, убрать песок, песочницы. Ну, нормальный руководитель работу подросткам найдет, потому что, ну, во-первых, он экономит. Один дворник, он не сделает те объемы, которые делает там бригада из 15 человек в течение недели. Поэтому такое благо для муниципальных учреждений. А мы берем на себя уже ответственность именно с позиции работодателя, чтобы это было официально, чтобы мы выполняли все требования закона, потому что, ну, реально подростка очень сильно оберегает огромное количество надзорных органов. И, ну, это, наверное, правильно. Организации, которые, ну, на которых, у которых это делается, да, то есть, мы говорим про уборку территории, они каким-то образом компенсируют центру или что-то? Ну, или, может быть, какие-то премиальные, то есть, они готовы? Нет, самый лучший вариант, конечно, это трехсторонний договор, когда, ну, это раньше была такая форма, когда есть там диалог с деньгами, есть, еще там, еще есть организация, например, там мы работаем на территории агентства эксплуатации недвижимости. Но, к сожалению, жадность, она зашкаливающая у наших предприятий, которые обслуживают наши дома, наши территории. И, ну, другим словом, как жадность я это называть не могу, и поэтому как-то центр остался один на один с этой проблемой. Огромное количество работодателей, и это бы в свое время были, в самые хорошие времена, их было не меньше десяти в летний период, они устраивали подростков, будь то там Роса, там город-сервис, там управляющие компании. Сейчас легче взять трех-четырех представителей Азиации. Из Ближнего Востока, да? Да, 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 внешности. Я ничего плохого о них не говорю, боже упаси. Они замечательные трудяги, но просто надо еще понимать, что есть социальная составляющая. Это наши дети. Я не говорю всяких там высокопарных слов, я говорю вот как есть. Ну, давайте все-таки создавать им условия, чтобы они поменьше болтались, потому что, ну, реально, центру очень тяжело, просто тяжело. А какая вообще дальнейшая стратегия развития центра? То есть, может, какие-то появятся новые проекты еще? Ну, все зависит от финансирования на самом деле, но я считаю, что все-таки, если мы говорим о стратегии развития даже, может быть, не центра, а отрасли, да, именно молодежной политики, здесь уже это удел администрации, на мой взгляд, и, конечно, одного центра мало, и здесь нужна уже стратегия развития отрасли. Есть отдел по молодежной политике, и я считаю, вот это непосредственно его работа, которой он должен заниматься. А что касается стратегии директорской, ну, конечно, мне хочется увеличить там и количество площадей, и финансирование. Я вот с удовольствием в вашей студии, мне тоже очень хочется, чтобы у нас появилась там медийная тема, именно, чтобы молодежная программа появилась в городе. Это программа Лепота, да? То есть, ну, это я так наконец хотел оставить просто этот вопрос. Ну, можно перейти к нему, в принципе. Ну, во всяком случае, вот именно телевидение, особенно современные возможности, да, там, социальные сети, там, ТикТок, это уникальная возможность делать очень интересные, хорошие творческие проекты. И молодежь, она реально неровно дышит, потому что, ну, ну, все-таки там наши телевизионные, там, монстры, там, СТВ, там, Тера, они, мне кажется, заточены на абсолютно другую целевую аудиторию, ну, новостной формат, взрослые люди. А молодежь, вот эта ниша, на мой взгляд, именно молодежная, подчеркиваю, там, не идти там на поводу, да, и снимать там какие-то, ну, непонятные, там, голые, там, создания, а именно делать хороший молодежный медийный проект, событийный, информационный, дискуссионный. И я считаю, что это очень, это, этой темы, этой темы очень не хватает, соснового бора, просто очень не хватает. Создать видеоконтент сейчас несложно, потому что у всех в телефонах встроена видеокамера, я думаю, что это, ну, в принципе, сейчас уже и видеокамеры, которые встроены в обычные телефоны, становится уже достаточной, потому что, в принципе, этот контент потребляется через мобильные устройства, у них там размер экрана не такой большой, поэтому… Вы уже не работаете, там, у вас же, смотрите, у вас там микрофоны, да, свет, студия, ну, я считаю, если бы здесь поменяться местами и сидел бы, допустим, ну, там, ведущий подросток и разговаривал бы с своими ровесниками о каких-то там болевых точках, там, то это, ну, все по-другому. Я понимаю, что можно снять там на телефон, но давайте, ну, просто понимать, что это должно быть, ну, вкусно, красиво, интересно, на мой взгляд. А иначе зачем? Если делать, то делать хорошо. Я согласен. Конечно, они снимают на телефоны, но это, опять же, немножко, ну, мы немножко о другом говорим. А делать хорошо… Именно в основном в молодежном формате. Да. Сказать, молодые новости, скажем так, да? Да, и они бы делали это все-таки по-другому. Ну, да. Людей надо научить техническим какие-то прибамбасам, да, возможностям. А что касается их мышления, ну, они… у них многому можно поучиться. Это… Ну, там кератив зашкаливает, я понимаю, о чем это. Безусловно. Можно по-разному там и много говорить о молодежи, какая она там такая-сякая и так далее. Ну, талантливых ребят, интересных ребят очень много, и надо создавать просто условия, чтобы их было больше и больше. Ну, по принципу стартапов, да? Да. То есть, как бы попробовать, и что из этого может получиться. Ведь на самом деле просто была попытка, да, то есть создание вот медиаресурса «Лепота». Ну, «Лепота» — это даже не медиаресурс, это программа, она была в 97-м году, в 98-м году, до нашей эры. И мы делали с ребятами, с подростками, они все учились в Сосновопорском лицее, сейчас это СПК. Удивительные ребята, первые ребята, с кем я познакомился после переезда. Ну, мы сняли там 17 выпусков, это а-ля улю «Городок», только молодежный. Но, да, было финансирование со стороны администрации, потом закончилось, и, к сожалению, тоже передача. Ну, мне так приятно, когда там даже, я помню, там монстродонты, которые там на телевидении работали, они так посмеивались над нами, что вы там какую-то фигню делаете, а сейчас столько лет прошло, они такие, Миш, ну вы такие, какую вы делали, я так сейчас пересматривала. Я говорю, да ладно, нам так нравится. Ну, их, слава богу, наконец-то, оценили. Что-то сделать можно, я думаю. Ну, единственное, для центра это, конечно, закупка какого-то оборудования, если в плане обучения, то научить несложно, на самом деле. Ну, на самом деле надо, я уже думал, надо писать гранты, надо искать дополнительное финансирование. Я понимаю, администрация, у них, ну, там, у них столько забот, да, столько учреждений, и понятно, что если там что-то случилось, там, надо покрасить, там, столовую или починить, там, общий ВИПИД, там, вентиляцию, это гораздо важнее, никто не спорит. Значит, надо искать еще дополнительные источники финансирования, есть грантовый вариант, надо просто думать, иногда просто не хватает, конечно, рук, мозгов для этого времени, ну, и опять возвращаюсь, что вот кадровая политика, да, чтобы научить, и, ну, кадры это очень важно, команда, которая вокруг тебя, и это, это просто на первом месте. Когда мы учим наших детей, ну, любому кому-нибудь, то есть передаем какие-то знания, отправляем детей учиться, там, в колледж или в институт, нужно понимать, чтобы дети, после того, как они пошли куда-то и потратили свое время, они все-таки смогли быть встроены в экономику. Зачастую есть такие специальности, которые, ну, может быть, уже и не столько это нужно, потому что потребности самой экономики совершенно другие. И, да, сейчас вот такой новый формат, это блогерство, причем зачастую это в разных сетях, это очень популярно, и люди действительно зарабатывают, то есть вот есть подростки там, да, ну, 17 лет, а у него аудитория там и 10 миллионов подписчиков. Тут мы уже, наверное, особо никому не нужны. Ну, это мы замахнулись на Вильяма, нашего, так сказать, Шекспира. Я просто немножко по земле ногами шагаю, и хотелось бы там, ну, блогеры, я понимаю, там, может быть, это штучный товар, но я все-таки больше говорю о коллективном каком-то формате именно молодежной там редакции, которая бы все-таки делала некий продукт, который был востребован, ну, в том числе, ну, естественно, первая молодежью, но и взрослыми людьми тоже. Можно же через телевизионный контент показать, какие мы есть на самом деле, да, и достучаться и до учителей, и до родителей, и до власти, ну, это все достаточно легко сделать. При помощи технологии и, скажем так, видеоаппаратуры можно ввести небольшие какие-то курсы обучающие, как раз рассказывающие, да, потому что, опять же, вот это трудоустройство, это связано с тем, что это все-таки вопросы и техники безопасности, и пожарной безопасности, и как раз вот снимая какие-то ролики, можно просто показывать на примерах. То есть, чтобы лишний раз, может быть, не тратить время на то, чтобы одно и то же проговаривать, да, можно изначально просто дать человеку изучить этот материал, а потом уже как бы... Ну, да, не просто материалы, еще сделанные все-таки руками детей, я помню, ну, подростков. Я помню, когда они сделали, сами, ну, написали там песню, да, песня, я не помню там слов, там, ну, какие документы необходимо было, какие документы необходимо принести для трудоустройства. И вот они это сделали в формате современного, то есть, там, вариантом рэпа, да, и это сняли себя, да, как они... И это было, ну, настолько в десяточку, потому что, когда мы запустили это в социальные сети, даже, ну, там, в нашей группе ВКонтакте, молодежного центра, ну, прямо, ну, почувствовали, что приток людей, потому что одно дело, когда, там, взрослая учительница, да, будет говорить в классе, стоп, сели, там, трудоустройство в центре, там, вот столько-то тогда-то приходите, а другое дело, когда это делается именно, ну, я это называю ровесник ровеснику, это выстреливает гораздо эффективнее. И вот мы в этом году попробовали, там, презентации в условиях, там, пандемии, когда нам нельзя идти в школы работникам центра, ну, выкрутились, что ребята, которые учатся в этой школе, они же имеют доступ, да, в эту школу, и вот они, мы их научили, и они уже в классах, там, там, седьмой параллели, восьмой параллели рассказывают, да, о возможностях центра, и в результате те цифры, которые мы, например, формируем, там, к концу мая по количеству людей, там, документов уже у нас на сегодняшний день, там, 13 апреля, у нас это количество желающих, все папки сформированы, и я считаю, что это очень эффективно сработали именно ребята, которые своим ровесникам рассказывают, ну, на одном языке. Иногда, когда мы говорим с подростком, зачастую это китайский язык, они нас не понимают. Для того, чтобы человек лучше усваивал информацию, любую, важно удерживать его внимание, чтобы вот он, если сфокусировался на чем-то, да, то есть, чтобы это не было правильно сказано, сейчас мы будем слушать, как нам трудоустраиваться, нет. А действительно, в таком вот формате, в таком вот ключе, когда поддается, и сменяемость идет картинки, там, каждые три секунды, там, что-то происходит, плюс действительно подает эту информацию ровесник ровеснику, да, то это лучше воспринимается. Именно удержание вниманием можно как раз вот более доходчиво объяснить ребенку, как поступать так или иначе в том или ином случае. Беспотно. По поводу КВН. По поводу КВН, давайте по поводу КВН. Я просто сюда приехал, город, в 2005 году, скажем так, вот, я знаю, что КВН, наверное, уже был, да, я так понимаю, или нет, до моего приезда. Я не очень знаком с историей просто города. Ну, КВН, как ему в этом году, да, этой игре исполняется 60 лет, в ноябре месяц. Конечно, он был в городе Сосновый Борн, но был в таком, достаточно, как я называю это, разово. И получилось именно в 98 году придумать систему, систему, там, городской чемпионат, да, которые играют учебные заведения. И вот в молодежном центре есть, есть аллея славы, там 22 звезды, ну, чемпионов это получается. Мы 22 года делаем этот проект, 22 года играют абсолютно, играют абсолютно все учебные заведения. И, конечно, у нас есть там какие-то и звездочки, там, которые вышли из Сосновоборской КВН, там, Илюха Прусикин, который, Литл Биг, да, это прямо вот, ну, реально, человек, который не умел даже говорить, когда мы с ним познакомились, когда его папа привел, говорит, возьмите его на КВНовскую смену в лагерь Салют. Я говорю, зачем он мне нужен, он вообще просто ни о чем. И раскочегарился парень, просто раскочегарился. Я считаю, что я глубоко убежден, это КВН ему, ну, именно дал толчок, потом он ушел, да, в музыку. Но мне очень важно, чтобы КВН был массовым молодежным движением, чтобы, это как тусовка. Я в свое время 11 раз переезжал, когда снимал квартиры, и, ну, кто мне помогал с переездом КВНчики, которые, ну, и это такая, как семья. Я, может быть, говорю это старые такие штампы советские, но меня уже не переделать. Мне хочется, чтобы это была все-таки такая вот, как бы, ну, большая-большая семья, которая и в радости, и в печальные дни, она вместе. И КВН, это же не только, там, он на сцене скачет, там, поет, пишет. Это настолько, настолько неправильное суждение об этих ребятах. КВНчики, это и добровольцы. И с кем мы поднимали, например, в начале нулевых годов, там, памятники, которые там были заброшены, там, в рамках программы, с чего начинается Родина, это были КВНчики. Сейчас на кого ты опираешься, когда делаешь фестиваль «Ветер соснов» для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, это тоже КВНчики, вся эта команда. Поэтому это очень поверхностное суждение. Я когда участвую там в конкурсе, там, комитет по печати, там, подаешь документы, проект «Песни Победы», это наши песни, там сидят такие, ну, такие взрослые мужи, тоже такие, тоже чиновники такие, причем здесь КВН, ну, я говорю, ну, начинаешь опять заново заходить, говорю, ну, вы поймите, что, ну, если мы будем только вот, это же воспитательная такая тема очень большая, и когда тебя КВНчики через энное количество времени там приглашают на свадьбы, просят стать крестными для их детей, то это дорогого стоит, значит, ты что-то делал правильно в этой жизни. — А кто научил, или Прусикин, да, правильно? — Да. — А кто его научил этим таким замечательным танцам? — Ну, он и тогда был как на шарнирах, поэтому, нет, ну, просто сама атмосфера, сама обстановка, нет, я говорю, это Илюха после… — Нет, он просто, может быть, вынес из нашего КВН, просто чтобы понять, откуда идет это все, откуда ноги растут. — Ну, я не знаю, откуда ноги растут, но я знаю точно, что КВН, вот как творческая составляющая, это было первое, с чего Илья начинал, и это была первая команда, которая появилась, начала работать без наставников, без взрослых людей, там, это первая школа, команда КВН Бисквит, одни мальчишки, там, они сами по себе, это был такой нонсенс, потому что всегда около КВН был взрослый руководитель, около команды, а здесь, бах, они сами пишут, мы такие просто, ну, офигевали, вот честно говорю, и потом они начали писать для взрослой команды, мы их начали подтягивать, мы поехали, там, Сочи к Маслякову, то есть, ну, это было, но другое дело, что, видимо, ну, ничего страшного, человек ушел в творчество, и сейчас большой-большой молодец. А у нас вот в команду КВН входят, я так понимаю, разные возрастные группы? Ну, у нас есть школьный КВН, учащаяся молодежь, это, есть взрослый КВН, где играют фестиваль, все в сборе, если не ошибаюсь, мы, сколько раз-то мы собирались, раз 15, 15 лет подряд, только вот в этом году не получилось, но я думаю, осенью обязательно сделаем. И это взрослые ребята, это, там, ЛАЭС, НИТИ, Титан, то есть, ну, весь сборный проект, там, Флэш, ну, то есть, ну, разные команды в свое время играли, поэтому это вырастает человек из школы, идет на производство и заходит в команду КВН взрослую, поэтому КВН возраст не помеха, в любой возраст можно играть, в любом возрасте можно играть в КВН. Вообще из нашего города очень много интересных людей вышло, стал известных, это есть, был такой, ну, почему был-то, в принципе, есть, Валентин Петухов, это, для тех, кто не знает, это Вилсаком, это техноблогер, который рассказывает, там, про гаджеты всякие различные, то есть, про технику, вот, он тоже, кстати, сосновоборец, сейчас живет в Москве. Нет, сосновоборец, ну, на самом деле, кладезь талантливых людей, и хотелось бы, конечно, ну, я понимаю, что очень, ну, и хотелось бы еще подтягивать сосновобор талантливых людей, ну, интересных людей, потому что есть такая потребность. И вот в качестве примера, вот, например, Олег Безинский, который руководит фракцией культуры строителей, да, я считаю, что с появлением его, ну, ДК просто, ну, очень сильно встрепенулся, может, это мягкое слово, поэтому талантливых людей очень много, но и хотелось, чтобы мы еще как-то привечали еще талантливых людей. Ну, помогали им, да, действительно, и развиться, и как-то установиться. Дело в том, что если мы не будем помогать, то так вот и получается, что они, как правило, куда-то уходят, и там уже себя совершенно по-другому реализуют. Понятно, что здесь кузни, да, где мы производим кадры, вот, но они, как правило, куда-то уходят, вот. Уходит молодежь, к сожалению, но это, ну, как, понимаете, соревноваться там с мегаполисом под названием Санкт-Петербург, ну, это практически невозможно, по большому счету. Я не знаю, если говорить о технических профессиях, здесь есть ниша, ну, по большому счету, да, все-таки НИТИ, ЛАЭС, ГОЭ, это монстры. И есть возможности там для карьерного роста, для финансовой составляющей, для решения жилищной проблемы. А что касается творческой профессии, да, ну, закончил человек там, там, кулек или, там, ну, там, педагогический университет, ну, и что, ну, по большому счету. Поэтому творческим профессиям, конечно, здесь, ну, по сравнению с Питером, очень тяжело, что называется, разгуляться. Питер, огромное количество ребят, которых я хочу видеть в городе, ну, но никто им не даст возможность зарабатывать, там, 100-120 тысяч рублей, занимаясь тем же самым в Питере, там, организуя, там, там, молодежные, там, платные мероприятия, там, ну, и так далее. Открывать какие-то, ну, из серии, там, бизнес-проекты по оказанию услуг, да, населению, там, детям, молодежи, взрослым людям. Питер – это другая абсолютно категория, другая, может быть, типа, ну, во-первых, и… Там все движется намного быстрее. Да. Мегаполис накладывает определенный отпечаток. Поэтому, ну, и потом, они же уезжают, они там влюбляются, там, семьи появляются, и… Ну, у меня дочь живет в Питере, и хотел бы я, чтобы она была в Сосновом Бару, я не знаю, вот честно говорю. Потому что, ну, во-первых, она не во Владивостоке живет, да, рядышком, но ей там комфортно. А человек должен жить там, где ему комфортно. Все эти разговоры, что там надо возвращаться, там, на малую родину. Давайте создавать условия, чтобы люди возвращались на малую родину. Это, наверное, с этого начинать, а ты должен. Что значит должен, да? Да не должен я. Человек живет один раз в жизни, у него есть там планы, он хочет реализоваться. Если Санкт-Петербург такую возможность предоставляет, замечательно. Я у тебя был в гостях с ним недавно. Я заснял очень там интересные такие экспонаты, различные висят на стене. Вот, и когда увидели знаменитую лошадку, так и говорят, о, это, говорит, знаменитая лошадка на палочке. Можно какую-нибудь историю рассказать про вот эти замечательные вещи? Я видел там и перчатки боксерские. Откуда они появились? Ну, господи, приходите в музей, да, это не поле чудес, это диалога. Это КВНовский реквизит, который имел место в жизни там разных команд, поэтому, ну, кто-то, видимо, скакал на палочке. Я не знаю, наверное, взрослые, может, это были там герои гражданской войны, неуловимые мстители. На самом деле, я с трудом прощаюсь со старыми вещами. И я так рад, что там высокие потолки, там можно много еще чего наколотить и повесить, потому что, ну, это все история. И у любого человека должна быть история. Это как у любого. И у центра история. Да, наверное, она поменяется, когда появится новый директор. Ну, к сожалению, в жизни разные ситуации бывают. Но это наша история, это история нашего времени, вот сегодняшнего, тех людей, которые работают в центре. Поэтому лошадки, пусть висят, печатки, балалайки, гитары, это атмосфера. Да, она, это наше время, это наши примочки. У каждого человека это есть. Хотя и существует такое, что надо избавляться там от старых вещей, от хлама. Ну, можно же по-разному избавиться. Можно на помойку выкинуть, а можно повесить повыше. Идем тогда к следующему вопросу. Это образование, пандемия. Она принесла определенные, скажем так, новшества в системе образования. А что ты думаешь вообще по поводу образования в дальнейшем? Как вот все будет происходить? Будет ли все как прежде? Или все-таки онлайн образование, скажем так, захватит наш мир? И мы уже без этого, наверное, не сможем. Ну, что касается образования, да. Ну, я не знаю, я в школу бежал, сломя голову. Это абсолютно точно. Это не то, что там раньше деревья были большие и так далее. Или у меня провалы в памяти. Мои дети, ну, дочка ей 15 лет, она в школу, так я бы сказал, ползет. Ну, Андрюха, сын, идет. Вот. Ну, на мой взгляд, ну, вот реально, ребят надо, детей надо научить, научить. Научить учиться. Чтобы... Вот это самое главное. Вот как привить эту тягу, да, именно к самообразованию, чтобы они понимали. Вот опять сейчас начинаю по-взрослому все понимали. Ну, вот именно научить, вдохновить. И поэтому, безусловно, живое общение в школе, оно необходимо. Но вот за эти годы надо просто-напросто каким-то образом... Я не знаю, как. Честно говоря, если бы я знал, может, я бы был там где-нибудь министром образования. Но без самообразования никуда. Мне 55 лет, я это делаю. Регулярно. Регулярно. И вот реально пандемия, вот именно вот эта вот... Она меня прямо туда вот... Ну, потому что там все эти платформы начали, да, создаваться различные. И, ну, я реально встрепенулся. Это и финансовое самообразование. То есть я опоздал. Я опоздал. Вот реально, я опоздал. Ну, видимо, я в такое время жил. Это и именно образование твоего, там, профессиональное, твоего дела. И, безусловно, вот очень важно, чтобы, ну, как долетело, это дошло. До кого-то не дойдет. Но учиться именно, именно использовать не только, там, учебник, там, а именно, ну, не только с учителем, да, учиться, учиться, учиться. А именно все-таки уйти еще в некую самостоятельность. Это высший пилотаж. У меня, например, пока по отношению к своим детям это не особо получается. Но, с другой стороны, ну, они реально там замордованы этими, там, заданиями, там, контрольными, там, ИПРами, там, да, вот всей этой... Что такое, позор? Индивидуальная проверочная работа. Ну, это, ну, огромная каша-малаша и огромное количество времени они уделили. Я не делал столько, я не делал столько времени уроки. Ну, это вообще, у нас улица главенствовала, там, час времени и все, и вперед. Вот сейчас, безусловно, на них, там, их погрузили в этот сундук, очень такой, достаточно большой, информационный. И, опять же, насколько он правильный, да, насколько, вот сколько они возьмут из этого контента образовательного с собой по жизни? 10 процентов, 5. Сколько мы взяли? Ну, так, по большому счету. Там, из физики, из химии, там, ну, сколько? Из русского. Ну, русский применяем, а физика, химия? Нет, русский применяем, но не в том объеме, который, ну, поэтому... Ну, я глубоко убежден, конечно, за самообразованием будущее. Потому что человек, особенно сейчас, он должен учиться всю жизнь. Ну, это неважно, кем ты работаешь. Ну, хорошо, я очень уважительно отношусь к этой профессии сантехник, ну, если человек, ну, он... Можно гаечным ключом, который был, там, 30 лет назад закручивать, да, эти гайки, а можно использовать, там, все эти современные примочки, которые, там, чик, все. Ну, может, я не очень популярно это все говорю, но любая профессия... Требует развития? Однозначно, всю жизнь подчеркиваю. Вот встанешь, ну, как бы, я все умею, все, привет. Надо уходить тогда. Ну, у нас, видишь, если говорить про наше современное образование, в чем основная его проблема и претензия, которые предъявляют ему, это то, что образование наше подразумевает под собой подготовка ученика, студента, чтобы он давал просто заученный, готовый ответ. Ну, так проще всего. Да, проще всего, ну, то есть, грубо говоря, поставить галочку, что он вроде бы чего-то знает. А на самом деле, там, знания, они настолько поверхностные, они даже не глубокие, и они не подразумевают под собой формирование логического мышления. Как раз вот образование должно немножко так... Ну, реально, почему у нас нет финансовой грамотности в школе как таковой? Может, детям надо рассказать, что такое, там, биржа, брокер, там, ИИС, ну, применение акций, инвестиционных инструментов, применение. Мог 18 лет уже, там, по 1000 рублей, там, откладывать, там, покупать, там, ну, не тупо, там, шел, там, не знаю, там... Не надеялся на кого-то. Да, Сбербанк, там, на 3%, а как-то, ну, какие-то, ну, свои, там, движения делал. Поэтому, так же и здесь, ну, не знаю, это Иссирия, я же работал в школе, вот, и это были 90-е годы, там, цеплялся за любую, там, возможность подработать. И на меня, там, повесили еще и преподаватель ОБЖ, ну, НВП, начальная военная подготовка. И у меня девчонки, там, они продавцы, это был ПТУ. Ну, что им будут рассказывать про эти радиационные, там, укрытия и так далее? Ну, это же какой-то бред, да? Да, это девчонкам в рамках программы официально, там, не знаю, там, семейный кодекс, там, жилищный кодекс. Это же тоже основы безопасности, да, человека? Общество. Конечно. Да, конечно. Дай, ну, вот эти азы, им пригодится это гораздо больше, чем вот эти непонятные, там, бомбоубежища. Ну, что ж мы фигней-то страдаем? И это сплошь и рядом, к сожалению. Поэтому, ну, чему научить детей, как учить, ну, тоже вопрос. Ну, опять же, самая консервативная структура во Вселенной – это образование. Самое консервативное. Ну, понятно, что еще и… Я просто недавно, да, ну, все-таки занимаюсь бизнесом, детей учу многим таким вот нюансом, что все совершенно в жизни совершенно по-другому. И очень важно собирать детали. Все как бы вот кроится в деталях. Чем больше ты о деталях и нюансах знаешь, тем легче тебе немножко предсказывать, даже не предсказывать, а просчитывать риски, которые могут быть. Когда я увидел, у моего старшего сына как раз появился предмет экономики, я вот посмотрел, что он мне сказал. А мы, говорит, по этой книге ничего там не учим, то есть там совершенно по-другому преподаватели рассказывают. Потому что так я посмотрел в книге, да, там прекрасно, то есть какие-то идут расчеты, но дело-то вопрос-то не в расчетах. Нужно понимать, почему потребитель вообще потребляет товар, какими мотивами он руководствуется в этот момент. Конечно, ты можешь вот нарисовать много прекрасных формул, но они далеки от жизни, потому что человек сюда может просто не прийти в этот магазин, потому что неудачно выбранное место. И об этом в этой книге не говорится. Здесь рассказывают о том, как посчитать. Да, человек и так посчитает, когда он умеет сравнивать. И, ну, это обычно математика, что трудно собрать данных и провести какой-то анализ. Там не так много нужно, то есть главное, чтобы человек думал и мог оперировать данными. Ну, это, конечно, думал. И опять же, вот возвращаясь, то, что вы говорили о, люди испытывают проблемы в доме с оплатой ЖКХ и так далее и тому подобное. Ну, здесь же тоже, вот как, тоже вопрос, как воспитать ребят, ну, активными, да, чтобы они, ну, неравнодушными, чтобы они реально интересовались именно своими там правами, прежде всего, своими обязанностями. Почему, ну, раз к витке там. Только образование позволяет решить, ну, грубо говоря, самую большую часть проблем решает образование. Ну, наверное, еще надо семье все-таки отдать, чтобы семья приземлила, вот, у нас же тоже есть возможность дать своим детям не точные науки, а жизненную науку. Вот это вот хотелось бы. Я тоже к культуре относится, потому что культура, да, это одна из составляющих, как раз вот в культуру, ну, вот книга у меня лежит, называется «Поведение потребителей». Я всем рекомендую по возможности, когда происходит общение по экономике, по политике, по социологии. Я всегда всем говорю, вот эта настольная книга и для политиков, и для глав администрации города, и для предпринимателей, потому что это основа основ. И вот есть такое понятие культурная триада. Туда входит семья, входит образование, входит религия, и все это, скажем так, помножится, и у вас что-то может вылиться, помогает как раз жизненный опыт. Вот без жизненного опыта, да, то есть вот эти все как бы знания, это все прекрасно, но очень важен жизненный опыт поддерживать. Вот, и для того, чтобы человек действительно рос и развивался, то нужно как раз вот эти, вот эту триаду, скажем так, регулировать. Если ты получил образование, скажем так, когда-то, этого недостаточно, например, в реальности, соответственно, нужно меняться, нужно пересматривать все подходы к этим трем составляющим, опять же, опираясь на свой жизненный опыт. Тогда какие-то могут быть изменения, перемены, вот, потому что, если говорить про нашу страну, то у нас достаточно так, ну, все очень печально. Связано это все-таки с образованием. Ну, не все прямо очень. Есть и хорошие, я считаю, в нашей стране, ну, все равно у нас уникальная страна с позиции там территории, да, с позиции там людей, с позиции там географии. С позиции, все равно, наших взаимоотношений, ну, традиций, мы все-таки, я глубоко убежден, рано или поздно все равно вернемся к такому понятию, как коллективизм, потому что это у нас в крови, это, ну, это генетически мы так заточены. Хотя есть темы, которые, конечно, ну, ты не испытываешь удовлетворения, когда думаешь об этом. Ну, как говорил классик, не читайте там, да, на завтраке советских газет, поменьше смотрите первый канал, второй канал, побольше думайте называется. Какие-нибудь пожелания есть? Пожелания? Да, для города. Ну, кстати, город, да, через, буквально через, получается, шесть дней, да, там, день рождения, хотя очень спортная ситуация там с поселком, когда он образован город. Ну, тем не менее, я, я, для меня, на самом деле, Сосновый город, который меня принял, и это мой город. Здесь родились мои дети, здесь живут мои друзья, здесь мои родители, вот мама, к сожалению, ушла из жизни, здесь моя семья. Когда твоя семья здесь, значит, это твой город, и мне очень хочется, чтобы город всегда смотрел наверх, не с позиции там задранного носа, а именно всегда, именно с позиции, ну, роста, именно с позиции, чтобы не стоял на месте. Наверх, брать пример с лучших городов страны, мира, и только вперед, и тогда мы будем действительно говорить о том, что Сосновый Бор – город, в котором хочется жить. Хорошая фраза, город, в котором хочется жить. Ну что, на этом, в принципе, все. Я благодарю Михаила Курочка за то, что он посетил нашу передачу. Спасибо тебе, Михаил, и спасибо, если кто-то досмотрел нас, надеюсь, что спасибо друзьям, и это было сугубо мнение Михаила Курочки, поэтому с ним можно не согласиться, и нужно иногда не согласиться, но я был совершенно искренний сегодня в разговоре со своим тезкой. Спасибо большое, и до новых встреч, подписывайтесь на канал и комментируйте. Пока.